Добрый день, дорогие друзья и уважаемые подписчики. Сегодня я продолжу тему ваших личных энергий и удачи, которые меняют вашу жизнь. Речь пойдет о звезде вашего благородного человека. Итак, с вами я, Тамара Нарышкина, профессиональный консультант китайской метафизики. В прошлый раз я вам рассказала, как найти энергию удачи на плане своей квартиры. То есть, как найти энергию ваших символичных звезд. Сегодня мы поговорим подробненько, очень подробненько о звезде вашего благородного человека. Итак, что же это за звезда благородного человека, чем она может нам помочь, где мы можем ее использовать и как мы можем ее использовать. Как мы можем использовать энергию звезды благородного для своей удачи и для каких целей. Итак, первым делом давайте рассмотрим, где мы можем найти эту звезду в своей карте Банзы. Эта звезда рассчитывается индивидуально по вашей карте Банзы. Если вы знаете, как строить карту Банзы, замечательно. Если вы этого не знаете, вы можете найти в калькуляторе. Достаточно много есть калькуляторов на различных сайтах. На моем сайте, к сожалению, этой информации нет. Но, тем не менее, есть калькуляторы, которые строят карту Банзы. Можете построить свою карту и на основании нее найти уже свою звезду благородного человека. Давайте так. Вкратце расскажу, как это делается. Итак, вы смотрите на небесный ствол в дневном или в головом столбе удачи. Она рассчитывается, звезда благородного, как по году, так и по дню. Причем, таких звезд, как правило, бывает две. Что по дню, что по году. Таким образом, у вас получится в общей сложности четыре звезды благородного человека, энергии, которых вы можете использовать для своей удачи и для своего благополучия. Итак, чем нам может помочь энергия звезды благородного человека? Используя эту энергию, мы всегда можем рассчитывать на помощь людей, окружающих нас в любой жизненной ситуации. То есть, всегда найдутся в вашем окружении люди, которые готовы прийти вам на помощь. Благородный помощник – это, сори, благородный человек. Благородный человек – это своего рода как ангел-хранитель. Некий помощник, который в трудную минуту придет вам на помощь и решит ваши проблемы. Конечно, многое зависит от силы этой звезды, от времени ее влияния, от сектора ее влияния и так далее. Но вы должны понимать и знать одно – благородный человек работает всегда, практически всегда. Даже если эта звезда попала у вас в пустоту, то, во-первых, она там не всегда сидит, а во-вторых, сила благородного такова, что он может помогать, даже находясь в пустоте. То есть, помощь благородного может выражаться в любом виде. Это может быть новая какая-то идея. Это может появиться рядом с вами кто-то, кто даст вам какой-то дельный совет. Или окажет какую-то финансовую помощь. Или какую-то физическую помощь. Вот буквально на физическом уровне решит проблему. Вы встретили кого-то знакомого, разговаривали с ним, поделились с ним своей проблемой. И он вам говорит, слушай, я могу тебе помочь. У меня в этом плане есть знакомые, которые могут, так скажем, подключиться к решению твоего вопроса. И он будет легко и безболезненно решен. То есть, в разном виде может прийти эта помощь. Это в бизнесе, допустим, это могут быть инвесторы или какие-то высокопоставленные чиновники. Это могут быть какие-то ваши наставники или партнеры, или даже просто друзья. А в бизнесе, кстати, благородными считаются даже ваши клиенты. Ваши покупатели тоже могут выступать в роли благородных. То есть, привлекая энергию благородного, вы таким образом можете увеличить свои доходы в бизнесе. То есть, активация этого сектора принесет вам клиентов больше, чем любая реклама. Итак, как мы находим этого благородного в своем доме, я, в принципе, уже немного останавливалась на этом вопросе. В прошлом видео вы можете посмотреть его, и там я рассказываю об этом немного подробнее. Есть определенные условия, кстати, о них я тоже рассказывала в прошлом видео. Как проводить активации с тем, чтобы получать от них пользу, и чтобы они были результативными, рабочими и эффективными. Итак, как обычно, берем план дома, находим центр, кладем на него сетку 24 гор, совмещаем ее с лицевым направлением дома. И затем находим сектор для активации своего благородного. Сектор находим вот по этой таблице, по карте Бадзи, и на сетке 24 гор находим того зверька, который является нашим благородным. И с соблюдением всех сказанных ранее условий проводим эту активацию. А как проводить активации, ну вот правда, вы знаете, столько много мелочей, нюансов, я о них очень много рассказываю. Можно проводить свечой, можно проводить огнем, ой, свечой огнем, в принципе, одно и то же, водой, то есть ставить какой-то фонтанчик. Можно проводить активации по периметру наружных стен, забив просто гвоздик какой-то, самая сильная активация. Но слишком много тонкостей, нюансов для того, чтобы проводить эти активации, они были правильны. Нужно их правильно, грамотно рассчитывать. Смотрите, каждый месяц, каждый месяц у себя на сайте я выкладываю эти информации, эти активации. Они есть в разделе активации. Каждый месяц активации для денег, для отношений, для бизнеса, для клиентов. В общем-то, активации практически энергии на все случаи жизни. Стоит это удовольствие недорого, зато там четко рассчитано время и место для проведения активации. И опять же указаны некоторые моменты, особенности, в каких местах активации проводить в этом месяце небезопасно. Потому что есть такая зловредная энергия пятерки, когда она приходит в наш дом, в этом секторе мы активацию проводить не можем. Это все там, кстати, указано. Итак, если вы хотите изучать китайскую метафизику серьезно, если, допустим, вы ничего не знаете про китайскую метафизику, вы можете прийти ко мне на курс «Фэншуй для начинающих». Напоминаю, он проводится дважды в году, в сентябре и в январе набирается группа. И в течение года мы с вами занимаемся и проходим полностью все направления китайской метафизики. Это и «Фэншуй», и «Бадзи», и «Фэбардат», и «Водные формулы», и «Основные категории шаци». Программу можете посмотреть на сайте. Внизу обязательно будет ссылочка. Кроме того, если вы хотите, вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, или позвонить по телефону, по вайберу, по ватсапу, или написать на почту, и так далее. То есть, в принципе, я везде доступна, обо мне есть информация в инстаграм, на сайте, где еще в фейсбуке, в ютубе, и так далее. Так что подписывайтесь, и будете практически ежедневно получать новую информацию об энергиях мироздания. В следующий раз я вам расскажу о влиянии и об использовании вашей личной звезды романтической удачи. Так что следите за рассылками и ждите новое видео. Видео на этом у меня, в принципе, все. Хорошего фэншуя вам, удачи и благополучия в вашей жизни. Так что жду вас на своих курсах. Приходите на консультацию. С удовольствием буду рада вас видеть. Всего доброго, дорогие друзья и подписчики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!